Москва и Ченду подписали соглашение о сотрудничестве. Автомобили строения, технологии, медицина, образование – стороны готовы делиться накопленным опытом в разных областях. Участники мероприятия обсудили сотрудничество в сфере медиа. Китай – один из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы. Сегодня российская столица поддерживает взаимовыгодные партнерские связи с разными регионами и городами Поднебесной. И с каждым днем их число увеличивается. Начинается церемония подписания программы сотрудничества между правительством Москвы, Российская Федерация и Народным правительством города Ченду, Китайская Народная Публика, на 2024-2026 годы. Подписание соглашения стало важным событием для Москвы и Ченду. Согласно документу, стороны намерены активно развивать всестороннее взаимодействие, обмениваться опытом в области экономики, туризма, социальной защиты, здравоохранения, гуманитарного сотрудничества и образования. Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин подчеркнул, что дружба между городами началась намного раньше. В городе Ченду нас связывают очень прочные отношения. Вы являетесь одним из самых активных партнеров города Москвы. В 2019 году я вспоминаю, как мы проводили Дни Москвы в Ченду, посвященные в том числе и передаче двух больших панд в Москву, которые сегодня очень комфортно чувствуют себя в нашем зоопарке. Большие панды считаются одним из символов Китая и также стали символом дружбы между Москвой и Ченду. Особым событием во взаимоотношениях городов стало появление на свет бамбукового медвежонка. Катюша стала любимицей россиян. Но панды только одна из сторон многогранного сотрудничества двух мегаполисов. Так большое значение власти уделяют развитию отношений в промышленной сфере. В Ченду расположено множество компаний, которые занимаются производством компьютерного и коммуникационного оборудования, автомобилей, железнодорожного и аэрокосмического оборудования. Для Москвы развитие транспорта – одно из приоритетных направлений. Китайские компании активно работают в Москве. У нас более 300 только крупнейших китайских компаний находятся на территории города. И в том числе они участвуют в развитии машиностроения, производства автомобилей. Один из таких ярких примеров – это производство автомобиля «Москвич» совместно с компанией «Жак». Москва гордится своими достижениями в области строительства трамвайных путей, автомобильных дорог и метрополитена и готова делиться с китайскими коллегами накопленным опытом. Власти российской столицы заинтересованы в получении знаний в области цифровизации, технологий, применения искусственного интеллекта в управлении городом. Город Чэнду является одним из лидеров по технологическому развитию в Китае. Я сам с восхищением посещал различные инфраструктурные объекты Чэнду, в том числе и центры управления транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством. Надо отметить, что мы с вашими коллегами общались активно, в том числе и во время пандемии, когда Китай был закрыт. Мы принимали участие по инициативе Чэнду в конференции онлайн по межрегиональному сотрудничеству. Сергей Черемин поблагодарил власти Чэнду за помощь в организации визитов московских медиков в клиники китайского города. В середине октября делегация столичных врачей вновь посетит Чэнду для обмена передовым опытом. В будущем московское правительство намерено заключить меморандум между крупнейшими больницами двух городов. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество в области медицины, экономики, культуры, образования, технологий, туризма. В Москве и Чэнду очень развита инвестиционная среда. Думаю, что мы сможем плодотворно работать в этом направлении. Я уверен, что связи между Москвой и Чэнду будут только крепнуть. На мероприятии выступил генеральный директор медиагруппы «Большая Азия» Александр Лебедев. Он поднял один из существенных вопросов – сотрудничество в сфере медиа. Почти три года телеканал является партнером крупнейшего медиахолдинга в мире – медиакорпорации Китая. И на этом останавливаться не собирается. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы посетим Чэнду, мы такое приглашение получили. Мы будем стараться заключить полноценный договор с медийными структурами Чэнду и с провинцией Сичуань для того, чтобы расширить сотрудничество. И у нас, может быть, появится региональная линейка, наконец-то, потому что мы больше работаем с федеральными, с общекитайскими новостями. И я очень хотел бы, чтобы у нас появилась уже провинциальная, хотя бы первая провинциальная линейка. Александр Лебедев подчеркнул, что именно благодаря средствам массовой информации люди узнают больше об истории, традициях, культуре и, конечно, бизнесе других стран. Поэтому медиасотрудничество необходимо развивать по всем этим направлениям. Делегация из Чэнду поддержала идею генерального директора медиагруппы «Большая Азия». Между Китаем и Россией выстроены долгие и хорошие взаимоотношения в области СМИ. Мы намерены развивать медиасотрудничество на уровне регионов, проводить обмены между средствами массовой информации, взаимно продвигать видеоматериалы и статьи для того, чтобы жители наших городов смогли больше узнать друг о друге. Наряду с городом Чэнду Москва поддерживает тесные связи с Пекином, Шанхаем, Харбином, Гонконгом, Шэньчженем и другими мегаполисами и регионами Китая. Обмениваясь опытом, власти улучшают городскую инфраструктуру, делая жизнь в мегаполисе все более комфортной и привлекательной. Редактор субтитров А.Семкин